Дмитрий Цепеньо учится в восьмом классе. В его школьной программе нет астрономии. Он изучает эту науку самостоятельно в свободное время и на дополнительных занятиях. Это дало ему возможность подготовиться и принять участие в городской олимпиаде по астрономии в прошлом учебном году. Я ходил в каникулы на подготовку к олимпиаде. Там были, эта олимпиада была не только моего возраста, там дети других классов еще были вместе, подготовка была. Но все равно материалы рассказывали одинаковые. Призовых мест каких-то не было, но в следующий раз надо попытаться занять что-нибудь. Самостоятельно занимаясь, конечно, можно добиться успеха, но ученики и учителя считают, что изучение астрономии может быть полезно для всех людей. Я думаю, неплохо. Астрономия – интересный предмет, конечно, полезно иметь представление о окружающей тебя мире. Астрономия – это очень объемный предмет. Больше скажу, что это первая естественная наука, которая возникла во Вселенной. Человек еще не умел ни читать, ни писать, ни считать, но он поднимал глаза на небо и изучал явления природы. Сейчас изучение астрономии в школьной программе ограничивается небольшим курсом предмета в 11 классе. В учебнике физики есть раздел, посвященный астрономии, поскольку эти науки связаны друг с другом. Учителя физики как раз и занимаются проведением дополнительных занятий по астрономии. Они уже сейчас предлагают ввести науку по изучению космоса с 9 класса. А сами астрономы идут дальше. Они считают, что предмет нужно вводить и в вузах. Астрономия сама по себе вслед за собой подтягивает еще многие технические дисциплины. А эти дисциплины проходятся не в школе, а в вузе. То есть, например, оптика, схемотехника, механика, инженерная графика и многие-многие другие. Если говорить о школе, стоит сказать, что возможности учителей физики ограничены. Они зачастую не могут провести с детьми наблюдение, так как они проходят в темное время суток. Зато многие сознательные родители дают своим детям такую возможность. Расширяют их кругозор. Например, в Рязани на Кремлевском валу на вечерах тротуарной астрономии они могут наблюдать планеты, Луну. Но если выбраться за пределы города, где нет сильного освещения, тогда картина открывается совершенно иная. И космические объекты даже можно сфотографировать. Вот астрономические фотографии, выполненные рязанским астрономом-любителем. Объекты разные – туманности, планеты. Можно потратить на выполнение и обработку одной фотографии от недели до месяца. Зато вот так красиво получается. Есть фотографии – это одно. А живые наблюдения – это совершенно другое. Это тоже два разных направления в любительской астрономии. Вообще, надо сказать, в этом плане астрономия – счастливая наука, потому что она не нуждается в украшениях. Люди, которые единожды с этим соприкоснулись, очень часто становятся просто фанатами этого дела. Так что с изучением астрономии можно стать не только более образованными людьми или найти свое хобби, а поймать вдохновение для реализации дальнейших повседневных дел.